говорить о новейших антиконсульсантах. Естественно, несовершенно обо всех мы, конечно, поговорить не сможем. Вы знаете, что с 1975 года фактически было 28 тысяч химических субстанций, исследованных для лечения эпилепсии. Ну, может быть, даже уже и больше, потому что это данные до 15-летней давности. Критериями резистентности эпилепсии является отсутствие эффекта от монотерапии одним или двух основных антиконвульсантов, максимально переносимых пациентами дозам, политерапии в виде комбинации двух основных антиконвульсантов и политерапии в виде комбинации одного основного антиконвульсанта с антиконвульсантами последнего поколения. Это было, как видите, сформулировано еще в 1994 году, сейчас есть некоторые другие определения, но суть не в этом. То есть, до тех пор, пока мы не попробуем последнее поколение, в общем-то, говорить о фармакорезистентности, скорее всего, не всегда правильно. Ну, вы хорошо знаете историю антиконвульсантов, она, естественно, продолжалась и дальше. Вот в 2011 году препараты, которые были зарегистрированы в Великобритании, значит, ну, часть из них у нас в то время не было, а теперь фактически возможность применения этих препаратов у нас появилась. Ну, в общем-то, препараты третьего поколения составляются около 20 противоелепийских препаратов. Все они здесь представлены, я не буду их перечислять. Действительно, одни из них мы уже используем. Или они проходят еще клинические испытания. Всем вам хорошо известный профессор Карлов, любимый, в общем-то, нами, так сказать, доктор, известный человек. Все, кто занимается эпилепсией, безусловно, его крайне уважают. Поэтому я специально вот привел выдержки из его статьи 2016 года. Видите, он говорит о том, что в основном большая часть вот этой новой генерации препаратов – это фактически модификация исходных препаратов. Вот они здесь стоят. Это бривороцетам, как вы видите, производная ливитерацетама, производная карбамазепина, производная вольпората. Здесь оно все представлено. И фактически только две молекулы, о которых говорит Карлов, которые являются оригинальными, то есть абсолютно новыми, синтезированные противоэпилептийскими препаратами. Это парампенел и ретигабин. Ну, парампенел относится действительно к новейшим противоэпилептийским препаратам. Селективные и конкуренты от агонист и анотропных глутаматных рецепторов, косиноптических мембран. Препарат показан в терапии как первично, так и в вторично генерализованных и парциальных припадках. Значит, ну что удобно, в каком плане удобный препарат, он принимает за раз в сутки, в общем-то. И благодаря тому, что у него новый механизм, в общем-то, можно получить результат, который не удавалось добиться в других препаратах. Ну, если взять ту же работу Карлова, которую оценивали парампенел, то 73% пациентов отметили улучшение качества жизни. Ну и приблизительно, как вы видите, около меньше 16% осталось без изменений. Стартовая доза, рекомендуемая Карловым, это 2 мг в сутки. Еженедельное увеличение дозы на 2 мг. В общем-то, препарат увеличивается раз в неделю. И максимальная доза 12 мг в сутки. Что интересно в препарате, что время полувведения составляет 105 часов. Что, в общем-то, позволяет принимать его не только ежедневно, но и даже, возможно, через день. Препарат эффективен при лечении резистентных форм фокальной эпилепсии, снижая частоту приступов в среднем на 76% ко второму месяцу лечения. Естественно, он может вступать в определенные взаимоотношения с другими препаратами. Как вы видите, фенитаин, карбомазепин снижает концентрацию перампанела. Вольпроевая кислота, клоназепан, так сказать, и остальные не влияют на нее. Но может усиливать сам препарат выведения вольпроевой кислоты карбомазепина. Ну, где-то только на 10%. Доза парампанела следует подбирать, исходя из клинического эффекта, независимо от сопутствующего применения других противоперапевтических препаратов. Препарат терапевтическое действие оказывает при всех типах парциальных приступов с максимальной эффективностью при вторично генерализованных судорожных припадках. Значит, применение парампанела в реальной клинической практике показало, что после дозы 4 мг следует оценить эффективность, потому что очень часто эта доза бывает вполне достаточно. Хотя средняя взрослая для взрослых 6 мг препарата. Другой препарат, о котором говорил Карлов, это ретигобин. Значит, он действует через открытие калевых каналов, стабилизируя мембрановый потенциал покоя. Применяется в качестве терапии парциальных судорожных припадков без или с вторичной генерализации у пациентов в возрасте с 18 лет и старше, фактически. Ну, медленное повышение препарата, как видите, на 150 мг каждую неделю. Ну, что еще можно сказать? Достаточно безопасен препарат. Доза максимальная поддержка 1200 мг в сутки. Фенитаин уменьшает биозаступность препарата. Карбамазентин уменьшает системную биодоступность на 33%. Есть единственное, что переносимость данного препарата. Риск возникновения спутанного сознания, психотических расстройств, галлюцинаций, особенно в первые 8 недель лечения. Эксликарбамазепин. Ну, это уже нету, так сказать, в той статье Карлова, о которой мы говорили, но это тоже новейший противосудорожный препарат. Ацетат, если карбамазепина, может использоваться в лечении эпилепсии, эффективных расстройств мозга, а также болевых состояний. Ну, в общем-то, препарат является, имея сродство к карбамазепину, но не образует некоторых токсических метаболитов, что позволяет, в общем-то, значительно, существенно усилить, ну, возможность его переносимости. Всасывается достаточно быстро, не зависит от приема пищи. Максимальная доза достигается очень быстро, и фактически равновесная концентрация успает через 5 дней от начала приема препарата. Показан в комбинированной терапии у взрослых с парциальными судорогими, или без вторичной генерализации. Ну, рекомендуемая доза, в основном, 400 мг один раз в сутки. Дозу увеличивали тоже постепенно, фактически до 1200 мг в сутки. Что еще можно сказать о данном препарате? В исследованиях средняя доза эксликарбамзепина составляла 1200 мг. Были классифицированы, как ответившие на терапию, то есть больше 50% снижения приступов, 69% больных, и 65% из них наблюдалось прекращение приступов. В общем-то, эти исследования, которые, как вы видите, были проведены в Италии, показали очень высокую эффективность данного препарата. Безопасность и переносимость также оценивалось в другом исследовании. Значит, при монотерапии у пациентов впервые диагностированы парциальными приступами. В общем-то, достаточно крупное европейское исследование. Что оно показало? Что препарат признан эффективным, безопасным, протиабилитическим препаратом для использования в качестве дополнительной терапии при рефрактерных парциальных приступах взрослых, а также улучшает качество жизни и эмоциональное состояние пациента. Ну, одобрен для исследований, для применения в Европе. Оценка нарушений когнитивных функций при лечении данным препаратом была проведена в Испании. Авторы указывают на то, что, несмотря на внедрение множества новых протиабилитических препаратов, за последние 20 лет у 30% пациентов не достигается контроль приступов. Известно также, что устойчивость к лечению при рефрактерной эпилепсии выше у пациентов с когнитивными расстройствами. И сделаны выводы об эффективности и безопасности применения эсликарбозепина у пациентов со снижением когнитивных функций. Метаанализ был проведен в Китае, сравнивая эффективность эсликарбозепина и бриварацетама. В общем-то, считается, что они, ну, во всяком случае, в данном исследовании, 1796 пациентов, что фактически равнозначна их эффективность. Хотя эсликарбозепину более характерно появление головокружения. Вот как раз биварацетам, аналог левитерацетама, то есть производный данного препарата. Значит, продемонстрирую высокую эффективность лечения эпилепсии рекомендуется в качестве дополнительной терапии парциальных припадков у взрослых пациентов. Но изучены в США были межлекарственные взаимоотношения. Клинически знавчивого взаимодействия с ламатриджином, левитерацетамом, экскарбозепином, топироматом, вольпратом обнаружено не было. Экспозиция бриварацетама умеренно снижалась при совместном введении с препаратами, индуцирующей ферменты. То есть карбомозепином где-то 25%, фенобарбиталом и фенитаином. Но препарат не изменял содержание в плаве лакосамид, фенобарбитал, прививолин, фенитаин и зонизамид. То есть далеко не всегда требуется корректировка доза при применении с другими препаратами. Руфенамид. Все препараты, которые я называю, доступны в Украине. То есть поэтому я, собственно, и начал об этом говорить. То есть это не экзотика. Это все, что вы можете купить сейчас в наших украинских аптеках. Значит, руфенамид, противопередистский препарат, механизм, действия которого в условии регулирования активности натриевых каналов. Применение препарата показано в составе также дополнительной терапии при лечении эпирептийских приступов, ассоциированных с синдромом Ленокса ГАСТО. У пациентов старше 4 лет. Значит, применяется действительно у подростков, детей старше 4 лет, в том числе и у взрослых, в дозе от 1800 мг в сутки до 300 мг в сутки. В зависимости от массы тела. Лечение следует начинать с уточной дозы, естественно, небольшой, 400 мг, с постепенным повышением. Использование руфенамида при введении взрослых пациентов старше 18 лет синдрома Ленокса ГАСТО изучалось в совместной работе ученых в Великобритании, Франции и Дании. Многоцентровое ретроспективное исследование эффективности руфенамида у больных с синдромом Ленокса ГАСТО было проведено в Германии. И в том и в другом исследовании показалась эффективность данного препарата как у детей старше 4 лет, так и у взрослых пациентов. В зоне САМИД препарат уменьшает аномальную электрическую активность головного мозга. Используется у взрослых, подростков и у детей в качестве дополнительной терапии, возможно, монотерапии, парциальных суверожных приставов, стоичной генерализации и без. В общем-то, достаточно не совсем известен механизм данного, воздействие данного препарата, скорее всего, все-таки на тормозное влияние на ГАМК. Максимальная концентрация в плазме достигается через 2-5 часов после приема препарата. Рекомендуемый однократный прием в дозе 300 мг в сутки. Максимальная, как вы видите, тут, в общем-то, не такая большая, 500 мг в сутки. Безопасность эффективна в зоне САМИДа в лечении пациентов. Исследовали турецкие ученые, которые показали, что препарат является базовым, безопасным, переносимым, эффективным препаратом у пациентов с резостентной, безусловно, эпилепсией. С современными препаратами правильной тактики лечения эпилепсии мы достигнем с вами невероятных вершин и успехов. Благодарю за внимание. Продолжение следует...